Добрый день. Школа 18, сейчас сработочку АПС-ки сделаем. Учебную. Спасибо. Это называется кнопка. Нажимаем кнопку. В школе номер 18 проводится очередная проверка работы АПС с голосовым сообщением. По разработанным маршрутам и через четыре эвакуационных выхода ученики смогут покинуть здание за пять минут. Предписания, которые были даны для подготовки к школе, выполнены на сто процентов по линии госпожнодзора. По линии Роспотребнадзора предписания, которые делались, были все выполнены. На сегодняшнее время невыполненных предписаний нет. Я считаю, что школа полностью готова к работе. В целом, на момент приемки Бельской школы основные замечания госпожнодзора касались вопросов отсутствия автономного освещения, дверей, препятствующих в случае ЧАЭС распространению пожара и так далее. Исправление отдельных замечаний потребует от города дополнительных финансовых вложений. В 50 образовательных учреждениях Бийска до сих пор отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы и внешние пожарные лестницы. Есть информация, что средства будут изыскиваться в бюджете Наукограда. Впрочем, большинство школ справились с замечаниями самостоятельно. Мы сделали дверь в электрощитовой противопожарную, сделали поручни для эвакуации ребятишек на крыльце, на главном школе. Проверили внутренние краны, проверили огнетушители. Соответственно, проведен был инструктаж со всеми работниками школы по противопожарной безопасности. И требований жестких не было. Еще один вопрос – безопасная доставка школьников. Некоторые ученики, чтобы добраться до заветной парты, преодолевают приличные расстояния. Для отдаленных районов города будут работать 8 автобусных школьных маршрутов. Решен и вопрос питания. Причем из-за ухода одного из операторов решать его пришлось практически в авральном порядке. С 1 сентября кормить школьников будут 3 оператора. Затем в октябре Управление образования проведет торги. У всех операторов заключены договоры на поставку продуктов питания с постоплатой до 60 дней. То есть есть гарантия того, что с 1 сентября процесс питания пойдет, что называется, в нормальном режиме. Ну и выстроена уже логистика по доставке продуктов питания в школу. Скоро мы отвечаем. Почти 22 тысячи бийских мальчишек и девчонок сядут за парты 1 сентября. Из них больше 2,5 тысяч первоклассники. Принято решение, что торжественные линейки пройдут только для 1 и 11 классов на улице. Для остальных школьников новый учебный год начнется уроками знаний. Это требование Роспотребнадзора в целях предотвращения распространения коронавируса. Во время перемен по окончании учебных занятий будет проводиться дезинфекция помещений, а также дезинфекция воздушной среды, регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов, посуды. Только сотрудники пищеблоков будут использовать средства индивидуальной защиты, перчатки, маски. Требований к маскам, перчаткам педагогов и учащихся не предъявляются, но если кто-то пожелает, то, соответственно, это будет приниматься. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Уроки будут начинаться ступенчато. Таким образом, образовательный процесс сместится во вторую смену. Спортивные занятия на открытом воздухе при соответствующей погоде. Обязательно утреннее бесконтактное измерение температуры. А вот работать в масках и перчатках предстоит только сотрудникам пищеблоков. Подобных требований к педагогам и ученикам нет. Дело добровольное. Марина Волкова, Иван Зяблицкий. Будни.